Земля защиты требует, защиты, она спасения просит у людей. Фестиваль экологической сказки проходит в нашем городе уже в седьмой раз. Инициативу педагогов станции юных натуралистов с удовольствием подхватили выборские школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования. Ведь именно им становиться хозяевами на этой огромной, но такой беззащитной перед человеком планете. И задумываться о ее проблемах, пытаться найти верные решения, чтобы не допустить катастрофы, надо всем вместе – и взрослым, и детям. Лесной пожар, к примеру, чаще всего возникает от непотушенного костра или небрежно брошенной спички. Массовые вырубки ведут к нарушению экологического баланса. А разоренные ради забавы птичьи гнезда и муравейники, замусоренные берега водоемов – разве это не дело рук человеческих? Ребята, давайте все вместе бороться со злом, и тогда вода, как озеро, станет чистой и живой. И тогда распустится от святого желания, и все наши желания исполнятся. Это не желание стать обладателем смартфона последней модели или скутера. Дети хотят пить чистую воду, ходить по зеленой траве, слушать в весенних лесах веселый гомон птиц. И, что более похвально, готовы рачительно относиться к окружающему их миру. Зло несет человек, зацаряя безвечно, Вогибает природа из-за глупых дел. Восьмиклассники Выборгской гимназии не просто придумали историю чистой капельки воды, готовой отдать себя людям. Перед постановкой спектакля они провели настоящее исследование. Мы посещали водоканал, водочные сооружения водоканала. Работники для нас провели экскурсию замечательную. И мы с помощью своих небольших исследовательских тестов определяли водопроводную воду, качество водопроводной воды. То есть это не просто сказочное действие, это еще и несет очень большую познавательную, просветительскую такую функцию. Вот это форма пропаганды экологических знаний. В состав жюри фестиваля конкурса вошли специалисты станции юных натуралистов и Государственного музея Выборгский замок. Эти учреждения являются давними партнерами в организации многих мероприятий экологической направленности. Оценивали эксперты широту раскрытия темы, актуальность и оригинальность выступления, умение держаться на импровизированной сцене. Но вместе с тем главное для взрослых все-таки одно. Вопросы театрализованно освещаются очень важные, которые им жить в этой обстановке и задумываться о том, какая она и как ее сохранить в хорошем состоянии. Не волнуйся, зверя весной, сохраним мы край родной. Мы природу защитим и в обиду не дадим. Наталья Березовская, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город».